Здравствуйте, меня зовут Алексей. Этот видеоотзов я хочу оставить тем людям, которые будут видеть его и сказать огромную благодарность человеку-целителю Марии Меркель, с которой мне посчастливилось познакомиться. Это как успеть на последний вагон в рамках моей жизни, где она помогла мне осознать и принять тот факт, что насколько прекрасна жизнь, тогда, когда ты ее не контролируешь, а принимаешь течение всех обстоятельств с любовью, без злости, без ненависти и давать людям быть тем, кем они являются и быть собой, быть честным. Может быть вам это непонятно, но контроль жизни не позволяет нам дышать свободно. И она мне указала, что у вас в 8-9 лет была какая-то болезнь, недуг. Я сказал, да, у меня сформировалась бронхиальная астма, и мне вызывали скорую, я был на грани. В общем, я это выжил, задыхался сильно. И вот тогда, в тот период сформировался у меня страх к жизни. Вот она и объяснила, что это тянется оттуда. Мы прорабатывали все эти моменты, снимали эти все спазмические состояния во мне. Проходили по роду, погружались в мое подсознание, снимали проклятие со стороны линии матери. Но кто как воспринимает всю эту информацию, кто будет это видео смотреть, значит он на правильном пути. И он выберет правильного специалиста для себя, целителя Марию Меркель. Она вам поможет снять все проклятия, заклятия, восстановит вашу физическое состояние и гармонизирует вас. Но я скажу, я просто плакал, рыдал во время сессии, когда я понимал причины своих нынешних неудач и все, что связано с контролем над моей жизнью. Она убрала у меня все эти, так называемые, паттерны. Я очень счастлив, благодарен, что я теперь могу дышать полной грудью в прямом смысле, потому что мне сняли дату спазмическое состояние, астма. Кто верит, кто не верит, это уже другой вопрос. И после сессии, когда мне пришло осознание, что я прошел этот этап в своей жизни, я готов дышать, как внешне, так и внутренне, свободно. И у меня пошли опять слезы. Этот внутренний ребенок, который был испуган в детстве, который испытывал страх на протяжении всего этого времени, который находился и который находится сейчас во мне. Он вылил все слезы и все чувства, которые меня сопровождали. Я благодарен вам, Мария, еще раз, большой вам низкий поклон, за то, что вы со мной проделали такую работу. Не знаю, что еще сказать. Обращайтесь, Мария нам поможет. Даст вам наставление, как вести себя в нынешней ситуации, в состоянии здесь и сейчас. Не растрачиваться на прошлое и не строить грезы, а быть в моменте здесь и сейчас. У меня все.